Красавцы, выбери Лаврадио. Слушай, я хочу... Можно, пожалуйста, я поздороваю со слушателями? Пожалуйста. Привет, привет, привет. Вот вам я действительно рада. С этими парнями мы еще прям поработаем. А вам я правда рада. Доброе утро всем. Я хотел бы тебя познакомить с Егором Есиковым. Да, привет, Егор. Человек, у которого есть уникальная история, который... Ты знаешь, он так горел, он так горел этой встречи. Он когда узнал, что он сегодня встретится с Ёлкой, у него что-то... Он горел, что перегорел. Вот так вот скажем, но... Во-первых, это неправда. Во-вторых, скажи, пожалуйста, вот только честно... Честно. Курочкин, положи ручку на свое сердечко горячее и скажи, ты говорил Егору про меня пакости? Чуть-чуть. Ты говорил, что у меня прескверный характер. Максимально точный. И что я не так добра, какой кажусь. Я знаю тебя как обувь, моя малыш. Конечно. Но послушай, пожалуйста, историю Егора. Он очень хотел тебе рассказать грустненькую музычку, пожалуйста, потому что это не смешно. Лиза, это было в 2005 году. Ту новогоднюю ночь я запомню надолго. Я 14-летний парень, один на кухне. Я так хотел конструктор. Но родители мне подарили телевизионную антенну. Это не все. Именно тогда я, поймав один из музыкальных каналов, увидел потрясающую девушку, которая странно двигалась в кадре, прекрасно пела про город обмана. С тех пор я не мог остановиться. Лиза, мои мысли были только о тебе. Елка, о, елка. Как же ты будоражила мое сознание. Все, я не знаю, хорош. Новогодняя ночь прошла у тебя наедине с елкой, я понял. Я была не в курсе, ребята. У меня в жизни, у меня правда не было таких историй. Ну вот, теперь сидит твой фанат напротив, он дождался. Так, смотри, сегодня мы вместе с тобой узнаем эксклюзивные факты в игре. Кто ближе? То есть антенну? Да, в 2005-м была антенна еще. Как так? Как так? Я 7 лет зарабатывал авторитет, а она даже не обращает на меня внимание. Если подарили антенну, любимый сын, ну ладно, потом поговорим. Но это любовь. Я очень обращаю на тебя. Спасибо большое. Ты так главный. Я здесь главный. Слушайте меня. Ты ни разу, ты ни разу не рассказывал мне какую-то такую историю, как ты... Смотри чаще в WhatsApp. Там и фотки есть. Увидел меня. И как, что там у тебя за трипетра. Король, ребята, мне на самом деле так приятно, так рано вас видеть. Моя первая история с тобой была связана. Это был один из наших фирменных праздников «Бегла в шоу». Она была в белом платье. У нее была антенка на голове. Я подошел к ней. И мне казалось, что елка тот человек, который можно... А хотя мы уже общались. И я хотел ее обнять. И она подходит ко мне и такая говорит, стоп. Это что за движения были? Я такой, все, я понял. Ну, это все, ладно, извините. Ну, потому что... Слушай, это вторжение в личное пространство. Ну, сейчас, заметь, я тебя никогда не обнимаю. Слушай, ты знаешь, поцелуя руки достаточно. Мне довольны. Так, дайте рассказать, что мы сегодня будем делать, черт возьми. Сегодня мы узнаем эксклюзивную информацию в игре, кто ближе. У нас будет интересная игра, где ты будешь сражаться со слушателем. Плюс ко всему, ты будешь угадывать песни, слушая Тарабарщину в игре «Слепые прослушивания». Хорошо. Не только ты, но и Егор, и я. И, конечно, разумеется, сегодня было-не было твоя любимая рубрика. И супер звонок человеку. Я предлагаю прямо сейчас ему набрать. Давай. А кому мы звоним? Феликсу. Феликсу Бондарю. Что за Феликс? Он же Рсак. Да, а почему мы ему звоним, ребята? Потому что сегодня состоится премьера песни под названием «Не наговаривай». Лучшая песня сегодняшнего дня для всех представителей планеты. Я предлагаю Феликсу прямо сейчас, во-первых, разбудить. Я думаю, что он не спит явно, но все же мы ему наберем, почему должна ты одна, да, представлять песню, так скажем. Он же тоже участвовал. Это его песня, он ее написал. А, серьезно? Для начала он ее написал, он ее музыкально спродюсировал. Я исключительно... Я попортила песню. Просто чуть-чуть-чуть. Я всегда так делаю. Так, давайте. Возьмет он труп. Алло. Феликс, доброе утро. Узнал этот голос? Это Денис Курчкин был. Доброе, доброе, благоприятного утра всем вам, друзьям. Мне кажется, что человек спал. Феликс, доброе утро. Я бы на его месте занималась тем же, честно говоря. Давайте поговорим о песне. Арсак и Ёлка, не наговаривай. Как произошло ваше знакомство? В каком клубе, баре, может быть, социальной сети вы встретились и друг другу написали? Кто был первым? Кто предложил спеца? Феликс, вступай. Так это вообще диснеевская история. Будьте любезны, поделитесь, нам интересно. Может быть, кто-то был в Бэмби, а кто-то... Слушайте, реально такого не придумаешь. Ну, расскажи, не томи, Феликс, пожалуйста. Все началось в Твиттере, когда я дернул Лизу за косичку. Дело в том, что Феликс написал мне при людях не очень... Ну, как при людях? При людях, ну, то есть, понимаешь, ты же не личное сообщение. У тебя большая аудитория в Твиттере, соответственно. А что он написал? Он написал мне, что я не очень. И ты вместо этого, чтобы послать, говоришь, а давай споемся. Нет, все было не так. На самом деле он... Феликс, ты же... Я не помню просто, как звучало. Ты же помнишь наверняка. Процитируй себя же. Да, я... Как? Я с трудом помню. Я помню. Главное, послушаю. Я не однозначно к тебе отношусь. Я не понимаю, как относиться к тебе точно. И вообще предвзято. И черт знает как. Потому что я слишком приторная няша. И что-то меня все типа... Я думал, что потому что у Феликса на Новый год, как и у Егора, была антенна. И у больших подарков. Да нет, просто Феликс очень четко, мне кажется, прочитал мою суть. Потому что я не считаю себя плохим человеком, но я человек с сюрпризом однозначно. Так, но самое-то главное. После, Феликс, ты такого уникального, я думаю, комплимента в адрес девушки. Реально уникального. А ты, походу, еще тот пикап-мастер. Как ты ее завлек и как ты ей предложил, а давай споем песню? У меня есть отличный трек. А потом мы в течение года случайно перетекались на различных мероприятиях. И ты знаешь, меня эта история так приятненько поддела. Думаю, я сделаю так, что тут человек поймет, по какой причине меня все обожают. И спорчу ему песню. И примкнет к этой армии. Добрый день, здравствуйте. Я встречала ребят из группы, всех на свете. Говорю, ребята, привет, ну как вы? Хорошего дня, приятного аппетита. И я подбегала к ним в столовке. Желать приятного аппетита. Ну, в общем, распространяла свои обаятельные флюиды максимально. А мне говорили, о, еще елка подошла к себе. Где? Опять я все пропустила. То есть реально все мимо Феликса. А потом однажды просто... Ну, мы уже, правда, на каком-то из мероприятий, мы просто уже, знаешь, как старые добрые товарищи повстречались и обменялись несколькими фразами. И прям хорошо действительно поговорили. И вот в следующий раз ты написал мне про песню. Я понял, что нужно делать, дамы и господа, для того, чтобы елка с тобой спела песню. Написать ей в Твиттер что-нибудь неприятное. Ты знаешь, на самом деле надо написать хорошую песню, вот и все. Потому что я с первой секунды... Ну, правда, Феликс, кроме что... Во-первых, я знала, что ты лукавишь. А во-вторых, с первой секунды прослушивания песни я поняла, что, конечно, я ворвусь в нее, естественно. Ну, я предлагаю уже тогда... Я никогда не делал такой вещи, как предложить кому-то что-то вот так вот спеть. Я сейчас такой сижу, знаешь, как в первоклассе, думаю, ну, куда я сейчас буду писать тебе песню? Опять же, в Твиттере. Я предлагаю больше не томить, а уже наконец-то ее послушать. Да, Феликс, спасибо тебе огромное. Вот при всех, хочу сказать, за такое доверие. Как же кайфово у нас все получилось. Убеждайтесь, люди, в этом, пожалуйста. Давайте. Хорошего дня. Феликс, тебе большое спасибо за то, что ты был эти минутки с нами. Ну, а сейчас эксклюзивная премьера в эфире Лав Радио от Рысака Ёлки под названием «Не наговаривай». Делай громче, запоминай, этот трек точно войдет тебе в твой самый любимый плейлист. Не наговаривай. Красавцы. Я предлагаю поаплодировать аплодисменты, конечно же, в адрес Рысака Ёлки. Феликс, моя молодец, Ёлка. Ну, совсем ты даже не испортила этот трек. Он даже стал, мне кажется, очень даже круто звучать. Я же кокетничаю, конечно, нет. Как бы никто в этом не сомневался. Я приложила максимум усилий для того, чтобы он шикарно звучал. Хотите услышать? Вот подведу итог. Просто миллион тысяч чердец и написано песня «Супер». Вот не обманывай, можешь заглянуть, посмотреть. Это очень приятно. Я уверен, что, во-первых, сегодня будет, что точно, мощно, это она будет звучать каждый час. Поэтому для тех, кто, может быть, с первого раза не расслышал, сто процентов полюбит эту песню, уже и в конце нашего эфира. А если не полюбит, то привыкнись, знаете, свыкнется, слюбится. Конечно. Помимо того, что сентябрь, и ты выстрелила с песни, и наговаривай, скажи нам, пожалуйста, еще какие-то от тебя ожидать сюрпризы. Гастрольный тур уже может быть расписан. ТВ-проекты. Где и что можно будет тебя увидеть? Ну, мы вчера запустили грандиозную пресс-конференцию «Новый сезон» на шоу «Ты супер», где я сижу в жюри. Ну, вот, проект очень интересный проект, очень глубокий проект, ставит перед собой очень правильные, очень амбициозные, очень сердечные цели. Потому что это не просто талант, не просто вокальное шоу, и не только талант и вокальное шоу. Это, в первую очередь, телепроект, который раскрывает возможности детей, которые могли бы на секундочку подумать, что у них неравные возможности, а тут оказывается. Короче, это очень мощный социальный проект. Это стартует все на МТВ, и, соответственно, когда можно будет... Слушай, по-моему, 20-го, первый эфир, если я не ошибаюсь, 20-го сентября. 20-го сентября можно будет лицезреть, как елка, как член жюри будет оценивать выступление детей. Да, уже в третий, по-моему, раз, если... Да, 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 все верно. Ну, вот, то есть, может, тебя будет не только слушать, но и увидеть, соответственно. Ну, и, да, там прям... Ну, я надеюсь, что все будут с нами смотреть и поддерживать наших детей, потому что это самые талантливые дети в мире, отвечаю. Окей, я даже спорить с тобой не буду, твое мнение профессионально, как музыканта, вообще никак не оспаривается. Теперь же я предлагаю все-таки перейти, знаешь, к чему? Так. Во-первых, опять же, комментарий. Я поняла, а ты не имею. Песня бомба. Я смотрел «Елка, ты очень добрая», это очень потрясающе. Это все пишут о тебе. Что касается суперигрушек-то, мы... Ты завела собаку. Это какая-то тебе игрушка, ты с проживой души, что ты... Ты наконец-то решилась на это. Помню, сколько раз мы тебя спрашивали, ты к решению готова, у меня гастроли, у меня концерты. Ну, то есть, у меня гастроли и концерты, но я надеюсь, никуда не денутся. Никуда, так же, как и твой пёсель, поэтому... Мой мальчишка, слоткий. У нас к тебе есть суперигра. Мы подумали, что мы просто каждый раз будем тебя спрашивать, ты же очень любишь животных. Честно говоря, да. Мы Егора отправили с диктофоном по улице, и он подбегал ко всем собакам, записывая их гавканье. Не каждая соглашалась, но... Серьезно. Конечно, мы записали для тебя парочку, и будем раз там тебе включать. Если ты узнаешь, что это за порода, подарок твой, ты готова? Да вы серьезно? Ну, это просто вот такая флэш, маленькая игра. Кто гавкает вот здесь? Пожалуйста. Это кто-то средние породы, мне кажется. Нет, конкретные породы. Ну, давай Корги. Корги. Абсолютно мимо, это был Доберман. Ну что ж, движемся далее. Друзья, у нас в гостях Ёлка, и у нас будет игра под названием «Кто ближе?» 956-1066, код Москвы495. Скоро вернемся, и, соответственно, узнаем, кто ближе, и кто получит от нас подарок. Услушатель или же Ёлка. Запомни, да, Доберман, Доберман. Еще раз включить, чтобы, если что... Пожалуйста. Так, гавкает, Доберман. Зато я знаю, что он тебе сказал. Черт возьми. Красавцы. Давайте перейдем к нашей супер... О, мой народ! Слушайте такие возможности. Рубрики. Маленькая флэш-игре. Угадай, пёселя. Пожалуйста, для тебя еще раз, кто это? Это мой пацан. Ну, какая порода? Нам порода интересует. Это мой пацан. Это твой пацан? Это же моя собака. Нет, это овчарка. Это не моя собака. Моя собака так же лает. Ну, это овчарка. Значит, у тебя овчарка. Ты знаешь, у меня же там это... У меня же там... Смесь. Там, ты знаешь, столько всего интересного. Никто не знает. Ну, может быть. Сейчас подождем. Вырастет у тебя еще больше твой пацан. И увидим. Пока давайте повстречаем... Это был мой пацан, вы врете. Бурными аплодисментами. Давайте встретим госпожу Надежду из города Кирова. Надежда, здравствуйте. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Надежда, давай расслабимся, потому что у нас начинается игра, где вам нужно будет отвечать на простейшие вопросы. Называется она «Я познаю мир», наверное, или «Я ближе». Тот из вас, кто своим ответом окажется ближе к правильному ответу, от нас получит подарок. А если елка проиграет, то, может быть, наказание будет исполнять. Конечно, я же всегда так делаю. Итак, ну что ж. Мои вы хорошие. Я думаю, мы начинаем. А что за подарок? Подождите, стоп, нет. Внимание, началась заставка. Мотор, камера. И первый вопрос. В каком году проходило Евровидение в Москве? Ответ елки. Нормально, это был битбокс 2010, наверное. Подожди, подожди, а он проходил, да? Проходил, да. В тот год Егор как раз антенну получил на Новый год. Ты врешь? Нет. Ответ, быстрее. Про девятый год шла речь, да? Возможно. Ну, давай, допустим, 2009. Надежда, твой ответ. Надежда, ты губишь? А, я не слышала. А, ты не слышала? Восемнадцатом. В восемнадцатом году Евровидение было. Ну, конечно же, нет. Правильный ответ. Мы поздравляем елку 2009. Она была... Один-ноль. Она даже была четче. Один-ноль. Егор, задайте второй вопрос. Итак, какой процент земной поверхности занимает материк Евразия? Ответ ждем от Надежды. Какой процент земной поверхности занимает материк Евразия? Процентов 30. Процентов 30. Ответ принят. У меня такой же ответ 30, да. Нельзя повторять друг за другом. Ну, 35. 35. Отлично. Ответ принят. Елка опять ближе, потому что 36. Ты хей! Что творишь? Я не специально вообще-то. Ну, видишь, оказывается, ты знаешь про проценты земной поверхности. Так, третий вопрос. Сколько серий в сериале Санта-Барбара? Ответ от елки? 543. 543. Ответ от Надежды? 730. 730. Слабаки. 2 тысячи. 137. Но ближе была Надежда. Абсолютно верно. 2-1. 2-1. Движемся далее. Четвертый вопрос. Какой рост у Джонни Деппа? Ответ от Надежды? 1,70. 1,70. 1,83. 1,83. Ответ принят. Егор, кто был ближе? Ближе была елка. Елка. 1,78. У него... Зачем мы вообще вспомнили об этом человеке? Ну, ладно. Вопрос номер 5. Елка, сейчас мы узнаем, насколько ты человекоподобный человек. Скажем так. Что принесло? Сколько российских городов имеет метрополитен? Метрополитен, это метро. Под землей. Во скольких городах ты хотел спросить? Да, Россия. Да, Россия. 7? 7. Ответ принят. Надежда? 5. 5. Ответ принят. И елка в очередной раз вырывает вперед. Это точно. 7. 7. Да как я это делаю? Я не знаю. Скрывайся, на самом деле ты катаешься в метро, когда приезжаешь к гастролю. А на машинист поезда. Сколько лошадиных сил имеет самый мощный двигатель? Гелендвагена. Ответ надежды. Я не знаю. 483. 483. Ответ елки. Ну, 550. 550. И черт возьми, елка опять ближе. Как же так-то? Я не знаю. Сколько? 612. 5-1 счет. Следующий вопрос. Нет смысла играть дальше, но все же. Сколько глаз у обыкновенной мухи? Ответ от елки. 2? 2. Серьезно? Хорошо. О чем мы тогда поймать ее не можем? Ну, ладно. 2. 3. Ответ от надежды. Ответ принят. Надежда вырывается пока чуть-чуть вперед. Счет. Ну, сколько там у нее глаз? 5. Как глаз у мухи? Да, да. Фу. Не смотри никогда в глаза. Последний вопрос. Каким годом датируется первая публикация рецепта Оливье? Елка. Спасибо, что напомнила, она загрузила. Да, да, да. 1847. 1847. Отлично. Надежда? 1860. 1860. Ответ елки был какой? 1847. 1847. Итого у нас в этом раунде побеждает Надежда. Правильный ответ у нас был. 1894. С этого дня и началась веселуха под новогодние куранты. Мазика захотелось. Итак, Надежда у нас, увы, чуть-чуть не дошла до финала, но мы все равно аплодируем. Спасибо тебе большое. Надя, достойно сражались. Я не знаю, как это со мной получилось. Пальцем в небо, как все в моей жизни. Святую воду, она очень часто попадала в цель. Так, прежде чем мы будем двигаться далее, отлично же, конечно же, очередной вызов от пёселя для елки. Пожалуйста, кто так издает звук? Что это за собака? Вы же не искажали? Нет, не искажали. Это какой-то большой, губастый, коренастый, какой-то такой... Давай еще раз. Кто это? Ну, есть какой-то ответ. Ну, став, да? Став. Нет, это тульская дворняга. Егор Ельцин. Привет, это я. Ты серьезно? А ты хорош. А, спасибо. Снимали вечером, когда приходила зарплата, он был доволен. Давайте. Красавцы. Слепые прослушивания. Ну что ж, сейчас у каждого есть возможность прославиться, показать возможность своего таланта, голоса и спеть, проля-лякать нашим двум конкурсантам. Друзья, встречайте. В левом углу ринга утренняя звезда и звезда днем и ночью. И елка, аплодисменты, все, кто здесь. Я что-то сама себя поаплодировала. Я говорю, все, кто здесь, аплодисменты. Че, тишина такая. Наши двое прошло. Соперник напротив, мужчина из Тулы, Егор Есиков. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Итак, поприветствуем конкурсантов, которые и будут задавать ритм. Завут ее. Наталья, она из Москвы. Наталья, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Задача Натальи прямо сейчас проля-лякать, прохихикать, как угодно припев песни, которые мне она уже, так скажем, сообщила. А ты музычку уберешь? Конечно, уберу. Соответственно, господин ведущий, один вопрос. Это песни «Елки» будут или... Нет, это песни абсолютно популярные, которые каждый из вас знает. То есть, в отличие от моих, ты хотел сказать? Да, соответственно, прямо сейчас. Ну, Наталья выбрала совершенно другой трек, и я для честности спросил у нее. Я записал, поэтому в этом конкурсе я не участвую. Ваша задача, как только вы догадались, что это за песня, а Наталья может петь до бесконечности. А мы угадываем только одну песню или их будет несколько? Три раунда. Три раунда, все, отлично. Три раунда, это несложно. Итак, Наталья, ты готова нам исполнить момент припев того трека? Ну что ж, полнейшая тишина в студии, помните. Вы тоже должны издать звук кнопки, чтобы я понял, кто из вас отвечает. Итак, Наталья, мы тебя слушаем. Ну, допустим, ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Ну где же вы, девчонки? Ответ от елки, он принят, и это абсолютно правильно! Черт возьми, слепые прослушивания, пока что у нас лидирует елка. Егор, говорила мне мама, слушай, группа руки вверх. В детстве. Хорошо. Так, Наталья, ты готова ко второму туру пропеть нам еще что-нибудь? Пропеть. Ну, мы с тобой договаривались? Да, готова. Итак, тур номер два слепых прослушиваний. Будьте любезны, Наталья, начните. Поехали. Пожалуйста. У тебя было две руки, а я одной только. Кто отвечает? Мало половины. Мало половины отвечает елка и Егор Крит. Ой, Егор Крит, господи. Всем привет, это Егор Крит, я за Ольгу Бузову. Но это правильный ответ. Елка по коллидирует во втором раунде. Как так вообще? Как красиво. Просто скучаешь, так и скучаешь. Он ему не отвечает. Нет, я ему звонил два дня, он за хранится ответил только вчера. Ладно, третий тур. Все замолчите. Поехали. Наталья, третий тур, будь любезна, пропоню вам еще один трек, чтобы окончательно размазать Егора, потому что, походу, елка доказывает всем, что она действительно мощный профессионал, а мы в этом почему-то усомнились. Наталья, будь любезна. Пожалуйста, елка была раньше. Давай пойдем с тобой туда. Это Фриске. Это Жанна Фриске. Абсолютно правильный ответ. Но ты же знал все ответы. Знал, конечно. Красавчик. Вы знаете, в чем ваша большая проблема, господа? Во-первых, я сказал создать звук кнопки, да, а вы тупо долбили по столу. Это то, что ты мне сказал. Во-первых, давай... Секунду, давайте мы выигрыша, гасим его. Сатисфакция. Знаете, что я выиграла в прошлом шоу, уважаемые слушатели? В прошлом шоу? Великолепное ничего. В прошлой викторине. Великолепное ничего. Не знаю, как дотащу до машины. Спасибо. Ёк, я помогу. Спасибо. Куда поставить, не понимаешь? Ну, придется хату снимать отдельную. На Арбате. А то не влезет. Так, я предлагаю Наталью за то, что она, во-первых, нам помогла подарок от красавцы Лафрадии и сюрприз отправить. То есть, Наташа, вы подарок отправите. А кто сказал, что можно... Наташа, мои поздравления. Наташа, хоть кто-то заслужил. Ёлка, может быть, это будет такое же великолепное. Ничего. Ну, нет, мы не обманываем. Наташа, спасибо тебе большое. Нет, они не обманывают, Наташа. За шлепые прослушивания. Мы с тобой обязательно за эфиром пообщаемся. Прежде чем... Спасибо за смелость. Спасибо за такую подборку песен. И вообще, очень было весело. И вообще, мы убедились, да, что ты профессионал. Ну что ж, давайте перед тем, как послушать Эйву Макс, очередной загадка, голос Песеля. Кто это? Ну, теперь они все, мне кажется, моими собаками. Кто? Это мое собак. Все, они все будут моими собаками. Это интерьер. Такой? Еще меньше. Как твой подарок. Слушай, Эйву Максу и вернемся. Красавцы. С нами сегодня Ёлка, и она абсолютно везде справилась со всеми заданиями, которые мы для нее сегодня приготовили, но... Самое время облажаться. Но самое интересное в том, что нам все равно, что выиграл ты или нет, все равно проиграла. За эфиром мы с тобой будем снимать одну интересную штуку. Почему я постоянно у него прыгаю? Мне кажется, ты меня недолюбливаешь. Все меня обожают, а ты недолюбливаешь. А я этого так не оставлю. Держусь один. Я реально так этого не оставлю. Возможно, он тебе уже написал. Я уже сколько раз тебе писал, но со мной она не пела. Понимаешь? Во свое время. Хотя у меня столько треков. Столько треков, черт возьми. Сколько у тебя треков? А ты вот посмотри в отцам. После Добро мы вернемся, и у нас будет с тобой Было-не-было. Предоставим возможность узнать о ней чутка больше. Она проходила эту рубрику Было-не-было. Мы, конечно же, после выхода этой сравним с ее ответами в прошлом. Кстати, да, может я уже что-то начудить успела. У меня интересная жизнь. Когда-то она говорила, что не ходила в магазин для взрослых, никогда не ходила в душе. Ну, не будем уже эти вопросы спрашивать, потому что... Нет, я говорила... Ладно. Может быть, за это время что-то уже и поменялось. Итак, присядьте на стол, хватит нервничать три раза. Нет, я реально нервничала. Конечно, я нервничала. Хочешь еще страшную музыку? Потому что... Ты меня потом обвиняешь в том, что я отвечала неправду, а я не могу ответить неправду. А ты смотри мне в глаза. Готова? С какого? Конечно, я смотрю тебе в глаза. С левого. Поехали. Чихала, когда красилась? Нет. Ела ночью, пока все спят? Да, конечно. Рыдала на подоконнике под слезливую песню? Да. Покупала что-нибудь в магазине для взрослых? Ну, да. Воровала что-нибудь из отеля? Нет. Давила прыщики? Да. А на парнях? Нет. Орала на кого-нибудь по телефону? Возможно, однажды да. Фоткалась цветами, которые сама себе купила? Конечно. Делала ли то, что не нравится за деньги? Да. Спала накрашенная после концерта? Да. Встречалась с двумя сразу? Нет. Объедалась роллами до тошноты? Да. Есть в твоем плейлисте песни, за которые стыдно? Ну, конечно. Пела в коробке свои песни? Да. Сколько баллов? Да в 70. Были ли проблемы с законом? Да. Разучивала эротические танцы? Да, конечно. Фоткалась с чужими тачками? Нет. Отправляла за интимные фотки не тому человеку? Нет. Хранишь... Тому отправлял? Хранишь прямо сейчас секрет? Да. Какой? Не скажу, конечно. Он же секрет. Логично. Воровала что-нибудь в магазинах вообще? Не в отеле, а в магазине? Это мы историю знаем. Воровала, помаду. Это я помню. Да, да, воровала. Но мне так стыдно потом было. Я помню. Это была история связанная с КВН. Она была, по-моему, красная. Те очень понравилась. Да, это мы помним. Так, я разучивала эротические танцы. Что она ответила? Да. Да. Будьте любезны. Ну, в смысле, я не буду тебе демонстрировать его прямо здесь. Без раздеваний. Обещайте словами. Нет, я... Слушайте, кроме шуток, вот это кроме... Я пошла на полдэнс. На несколько уроков. Черт возьми, ты можешь показать нам хотя бы чуть-чуть? Где шест? Егор, где еще? Я встану. И, ребята, это серьезнейший спорт, во-первых. Во-вторых, это дико сложно. И там, знаете, для того, чтобы это стало хоть немного красиво, это надо прям хорошенечко впахивать. Я знаю, где точно будет красиво. Это 29 ноября на концерте «Елки». Вот там вот точно будет красиво. Я там и подключусь. Скажи мне, будет ли там что-то пилонное или еще что-то? 29 ноября, клуб 19.30. Новая программа мне легко. Мой концерт. Ты придешь? Приду. Споешь? Я не умею. Ну и все. Только издала. Провал, реально. Ты шоу мне только что провалил. У меня такие планы были. Отменяем. Я правда, я всех очень жду. И, ну, я не подгоняю время. Всему свое. Но в ноябре увидимся. Друзья, 29 ноября, еще раз даже объявлю точку. Это какой у нас будет площадка? 19.30. Ну, наверное, в это же время и начнем. Пока предлагаю, друзья, еще раз встретить аплодисментами, конечно же, трек, который мы сегодня представили эксклюзивно в эфире «Лаврадио». Уже завтра на всех цифровых площадках «Рсак» и «Елка» не наговаривай. В завершении нашего утра пока. Пока, спасибо вам огромное, обожаю.